Мы приветствуем всех поклонников настоящего футбола. Мы это ваши комментаторы, как всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет, дорогие друзья. Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. Есть шанс выйти вперед. Спасает галкипер ворота, но придется ему еще стараться. Месси. Это может быть опасная атака. Момент упущен, навес не получился у игрока. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Месси. Мяч летит в сторону ворот. Рэми. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Это может быть опасно. Штрафной удар. Отсюда можно и пробить. Мастер-класса выставляет. Мастер-класса выставляет. Штраф новой подачи и есть там кому сыграть. Голкипер забирает мяч. Здесь прессинг. Тут может что-то получиться. Рэми, в этой атаке оборону пройти не удалось. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ударище просто. Спасает вратарь, но мяч спасает вратарь. Мяч у него. Пока неплохо. Тут защита справляется. Потери мяча. Йоу Куасси. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Месси. В лап. И разрезающий пас на ход. Рэми. Атака продолжается. Судья дает играть. Может получиться интересная атака. Атака. Был фол. А вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Предупреждение получает игрок. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Здесь, по-моему, все однозначно. Явно игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафом. Еще раз смотрим офсайт. И видим, что он действительно был. И бригада арбитров не ошиблась. Пересек мяч в боковую линию. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Нужно было бороться за этот мяч. Нужно было выходить. Нужно было рвать соперника. То есть дистанцию. Он так и поступил. Очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Харт. Касарес. Это может быть опасная атака. Реми. Партнеры поддерживают эту атаку. Отобран мяч. Надо возвращаться. Месси. И вот потери в центре поля. Касарес. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Посмотрим за этой атакой. В лар. А вот сейчас может быть опасно. Практически пересек уже мяч с линией ворот. И если бы не защитник, счет на табло был бы уже другой. Но гола нет. Смотрим дальше. Йоу-Куа-Си. Это может быть опасно. Навешивать пора. Всего две минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Отлично сыграно. Надо решать. Очень здорово. Где же удар? Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точно удар. Итак, первое. Продолжение следует... Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Ну, никого же рядом не было. Однако мяч сохранить не удалось. Йоу-Куа-Си. Мяч покинул пределы поля. Заражить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тут защита справляется в потере мяча. Пас на ход партнеру. Прошел пас. Можно обострять. Великолепно сыграл защитник. Влад. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И как пробил. Опасно. Штанга. На пару решили разыграть эту комбинацию. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Бам. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Двойка. Даже единица за игру в обороне. Мяч уходит на угловой. Недовольные болельщики гостей во всем видят затяжку времени. Их можно понять, хозяева действительно не очень торопятся вводить мяч в игру. Да, это был утро. Братарь без проблем справился с ударом. Пошли последние полчаса игры. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Они остались... Штрафной ставит судье. Может получиться интересная атака. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Месси. В лап. Это может быть опасно. Хорош в выгодной позиции игрок. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Секундная расслабленность. И вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок. Так что винить он сейчас может только себя. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Проходит эта передача. Надо забивать! Отражает эту атаку. Но мяч еще в игре. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Неплохой был пас. Но соперник эту передачу прочитал. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Тут может что-то получиться. Шикарный момент! Мяч в воротах. И это гол! Хорошо пробил низом. Четко, точно, вратарь с ударом не справился. Долго собирались игроки на эту комбинацию. Но пас в итоге получился просто великолепным. Невероятная игра. Сравнивает счет аутсайдер. Смотрим дальше. Да, здорово завелась команда. Сейчас начнется самое интересное. После ответного мяча у нас 1-1. Посмотрим за этой атакой. Достает голкипер этот мяч. Но не может удержать его в руках. Вот это спасение! Мяч у него! Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. В лар. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Касарес. Есть поддержка партнеров. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Скидка назад. Исход этого матча совершенно не видит игрока впереди. И отдает пас на ход. Ставь пенальти! Не имеешь права! Судья указал на точку. И игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр счел 11-метровый удар. Наверное, необходимый и достаточной мерой наказания. Он обязан был забивать в пенальти. Он и забил. Уверенно реализованный пенальти. Хороший гол. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Влад. Отлично сыграно. Надо решать. Выигрывает борьбу у защитника. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. До конца игры 7 минут. В какой момент нужно бить? А этот гол, несостоявшийся, мог решить исход игры. Да, великолепная игра голкипера. Еще оставляет шансы на ничью в этой встрече. На коротке решили разыграть угловой. Касанес. Хар. Пас, пас. Еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Влад. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Влад. Хотел сделать футболисту рывок, но поторопился. Авса. Мы слышим свист трибун. Это болельщики хозяев недовольны за тяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Судья решил добавить три минуты. Последний шанс сравнять счет. Ну как же так? Как можно было так бездарно распорядиться мячом? Возможно, последние атаки матча. Мягче, мягче надо бить по мячу. И звучит финальный свисток. Это... Мягче, мягче. Продолжение следует...